В конце нынешнего лета Слонимская финансовая милиция возбудила уголовное дело в отношении двух слонимчан за незаконную предпринимательскую деятельность. Они получили доход в особо крупных размерах, который составил более полутора миллиардов рублей. Что грозит этим гражданам, поясняет начальник слонимской финансовой милиции Сергей Туптало. По подозрению финансовой милиции, по подозрению, скажем так, в осуществлении аналогичной деятельности. Но на тот момент времени совокупность тех сведений, которыми располагала финансовая милиция, милиция не позволила квалифицировать его действия как незаконную предпринимательскую деятельность. Однако и после проверки финансовой милиции данный гражданин, к примеру, свою деятельность не прекратил, но еще и скопировалась с товарищем, который на протяжении 2013-2015 года реализовали более 10 автомобилей и заработали более полутора миллиардов недельно-неверных рублей. Следует отметить, что в указанный период данные граждане даже кратковременно были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, но не с целью реального осуществления данной предпринимательской деятельности, а с целью получения виз на право выезда за пределы Республики Беларусь. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя получить, оказывается, такую визу становится несколько проще с мотивировкой, если она нужна, и осуществляется данная предпринимательская деятельность с выездом за пределы Республики Беларусь. Сразу же после получения этой визы указанная предпринимательская деятельность прекращалась и заявляла, что фактически она не осуществлялась. В течение длительного времени нами собирали сведения относительно осуществления данной незаконной предпринимательской деятельности, Устанавливались автомобили, которые были введены указанными гражданами с целью реализации. Устанавливались граждане, на которых данные автомобили с целью сокрытия деятельности формально были оформлены, то есть они не являлись владельцами данных автомобилей, а соглашались оказать такую услугу. Иногда за материальное вознаграждение, иногда в силу знакомств. Устанавливались граждане, которым данные автомобили были реализованы на территории Республики Беларусь, а это была и Брестская, и Могилевская, и Гомельская области, территория города Минской области. Ну а совокупность собранных доказательств позволила квалифицировать действия данных граждан как осуществление незаконно-предпринимательской деятельности именно обоими. Следует отметить, что, несмотря на то, что ни один из них нигде официально не работал, один из закоротких сороков успел построить и заселиться жилой дом, а у второго по месту жительства при обыске было обнаружено и изъято более 27 тысяч долларов США. В данный момент уголовное дело расследуется с областным следственным комитетом, и расследование будет продолжено в дальнейшем с целью, опять-таки, установления новых фактов и эпизодов преступной деятельности указанных граждан. Десятки миллионов рублей предстоит вернуть в бюджет государству одному из бывших руководителей Слонимского предприятия. Коррупционное преступление, выявленное финансовой милицией, квалифицируется как злоупотребление властью и служебными полномочиями. Одно из также, может быть, интересных уголовных дел, но из области коррупции, было выявлено финансовой милицией при совместной работе с коллегами из 9-го управления Покровенской области комитета по оргпреступности, управления по оргпреступности и коррупции, в отношении одного из экскур-руководителей коммунального предприятия города Слонима. Про этого экскур-руководителя я также рассказывал уже в своих ранних репортажах и вступлениях. Хотел только отметить, что, получая небосново, получая субсидии из бюджета в качестве замещения части оказываемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, данный урок искур-руководителя, так сказать, показывал успешную работу предприятия, что предприятие является прибыльным, предприятие является успешным, ну а ввиду такой успешной деятельности, конечно же, начислялся себе и своим подчиненным премиальным. Когда же проверкой финансовой милиции Комитета гос. контроля Городинской области было установлено, что данные затраты из бюджета субсидируются необоснованно, оказалось, что в реальности предприятие все это время было убыточным. Ну а ввиду того, что оно было, конечно же, убыточное, о чем узнал руководитель, то и получаемые суммы премиальных являлись незаконными. Но эти суммы были очень значительны, вставляли десятки миллионов рублей, которые сейчас предстоит вернуть, опять-таки, на расчетные счета предприятия. Ну а результатом нашей проверки являлось возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающего уголовную ответственность за злоупотребление властью, сложенную полномочивом. В следующий раз вы узнаете, как поплатились некоторые организации за то, что не платили вовремя за поставленную продукцию Слонимского винодельческого предприятия.